История с душком. В Богородском коммунальный скандал. На протяжении нескольких лет жители домов на окраине поселения вынуждены вместо чистого воздуха вдыхать запахи канализации. Виной тому, по словам сельчан, халатность коммунальщиков. Системы водоотвода как таковой нет. Сейчас это почти незаметно, но в плюсовую температуру после обильных осенних дождей этот участок на окраине поселения благоухает не самыми приятными запахами. Все нечистоты разливаются здесь. Отсюда около 200 метров до речки Талка и примерно 500 до водонапорной башни и скважины с питьевой водой для жителей Богородского. За дело взялся местный депутат. Осенью вооружившись квадрокоптером Андрей Сергеев отправился на место разлива канализации и заснял вот такую картину. Это не пруд и не болото. Весь участок в буквальном смысле затонул в фекалиях. Я вижу просто по факту, что стоки канализации поступают просто на почву. Здесь огромная площадь, 3500 квадратных метров. У людей здесь рядышком, которые находятся в 100 метрах отсюда, нет водопровода. Они пользуются водой из колодцев, из скважин. Говорить о качестве воды и утверждать, что она хорошая, я бы не рискнул. По рассказам местных жителей, неприятный запах появился после того, как в 90-е прекратили работу водоочистные сооружения. Сейчас от когда-то мощной очистной системы остались одни развалины. Никаким водоотводом здесь даже не пахнет. Пахнет другим. Кроме того, дома на окраине поселения к системе водопровода не подключены. Жители пользуются водой из собственных скважин или из колодца. О том, какую жидкость они достают из недр земли, пропитавшейся канализационными отходами, остается только догадываться. Я здесь живу с 91-го года. И именно с 91-го года, когда я здесь все кругом обхаживал, вода уже текла не на очистные сооружения. Они были каким-то образом забиты, а вода текла в яму. Очень пахнет всегда по утрам особенно. Ну и иногда бывает и вечером. Когда вот ветер особенно оттуда, то сильно пахнет. Водоотвода нет, а квитанции для жителей многоквартирных домов приходят регулярно. Причем тариф за услуги коммунальщиков, которые должны следить за сохранностью канализационной системы, в два раза выше, чем для городских жителей. В Богородском он составляет чуть более 26 рублей, а в областном центре – 12. С вопросом, почему сельчане платят больше, мы обратились в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области. Основное отличие – это объемы стоков, количество потребителей. В городе Иванове за счет большого количества услуги по водоотведению тарифы значительно ниже. Почему буквально в паре километров от областного центра разливаются нечистоты – ответ дали в администрации Ивановского района. Оказалось, что ситуация уже два года на карандаше у чиновников. В 2013-м этот вопрос подняли на уровне администрации сельского поселения. Позже был заключен контракт на строительство современных водочистных сооружений. Вроде как и работы начали, но не сложилось. Проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу. Необходимо было еще получить дополнительные средства, заплатить за экологическую экспертизу в организацию, которая находится в Нижнем Новгороде. Подрядчик тогда отказался дополнительные расходы проводить. То есть поселение денег не добавило, соответственно, она пока легла в стол. В 2014-м году вопрос этот был снова поднят, но депутаты сельского поселения на тот момент не ставили в приоритет разработку ПСД на честные сооружения и строительство. Тогда в приоритет поставили дороги. К концу 2015-го ничего не изменилось. В готовящемся проекте по планированию бюджета на 2016-й год корректировки ПСД по строительству очистных сооружений нет. Цена вопроса – порядка 25 миллионов рублей. У поселения на данный момент таких денежных средств нет. И когда появятся, и появятся ли вообще – неизвестно. Полина Понасицкая, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.